Итак, друзья мои, добрый день! Вы на канале Блогермен и в этом видео будем с вами чинить наши телефоны, улучшать их, прокачивать. Я расскажу как. Обязательно смотрите до конца, потому что, знаете, я объединю много тем касательно дырок, касательно разработки вопросов, решения насчет дырок телефона. Я имею в виду зарядка. Как прокачать зарядку, чтобы она заряжала быстро, чтобы дырка была хорошая, чтобы у вас все получалось с ней. И вы были довольны своим телефоном. Дырочка, вот вы подключаете, телефон заряжается. А бывает, что медленно. Я расскажу как ускорить зарядку, как продлить время работы автономной. Много чего в этом видео на канале Блогермен. Сразу приступаем, когда я обрисовал, что вас ждет. Вы не забывайте ставить лайк, чтобы стоял, чтобы у вас привстал, чтобы у меня стоял. Ребят, я очень хочу, чтобы у меня стоял. Красный должен привстать, как минимум. Лайк. Лайк, ребят, должен стоять. Спасибо за взаимность и за общую заботу. Должен твердо стоять и очень надежно. Спасибо вам за лайк. Давайте посмотрим, сколько у нас стоит. Сколько количества. Я зайду сейчас, посмотрю. Я вот чувствую, в том видео, в прошлом, вы там поставили. У меня так стоял. Я видел, что у вас стоит лайк. Ребят, это классно. Там было много чего там интересного. Идем в настройки. Все, ладно, давайте уже пойдем в настройки. И тут хватаемся за лупу. Видите, вот она. Я вам показал свою. Вы тоже расскажите. Вот у меня она белая. Почему-то раньше была красная. Я не понимаю, как это случилось. Я вообще не узнал ее, честно. У меня просто была другая прошивка на другом телефоне. Тоже Xiaomi. И там немного прокачано. А я потом давно не пользовался, да, стандартной MIUI. Смотрю, она белая, а была красная. Я вот схватился за лупу и начал наяривать, да. И все равно, вот смотрите, я пишу аккумулятор. Акумулятор. Видите, ничего нет. А это значит, что нужно тогда идти взад. Но не глубоко. Идем взад. Вот сюда. Вот. То есть, я не имею в виду, не вот сюда глубоко. Не надо. Наполовинку входим. Беремся за лупу. Начинаем наяривать, да. Смотрите. Пишем здесь. Батарея. Батарея. А для чего хвататься за лупу? Я повторяю. Я объясняю. Учу. У меня много людей. Я вот всегда рекомендую. Я иду, смотрю. Вот вчера в втором центре. Иду, смотрю. Парнишка идет. И схватился. Ну, за лупу схватился. И вижу, наяривает. Вижу, прям наяривает. И я думаю. Ну, 100% подписан на канал Блогермен. Это несомненно, да. Вот. Я всегда это на работе делаю. Дома. В любой непонятной ситуации я сразу хватаюсь за лупу. Начинаю искать. Для чего хвататься? Чтобы удовлетворить свои потребности. Какие? Обыкновенные. Вы не можете вручную найти что-то. За лупу схватились. Наяриваем вот тут вот, да. Все нахлобучили. И с вами уже нашли батарею. Видите? Видите как? А? Во. Батарея. Идем батарея. Температура 32 градуса. Почему? Потому что я наяривал. Я скажу, как есть. Вот недавно. Что я наяривал? У меня была проблема. Я наяривал немного. Вот так. Смотрите. Спикер-клианер, да. Это нужно вот тут. Это. С дырки польется, да. Нужно чистить дырку. И надо, я объясняю. Братцы. Вот так наяривать нужно. Вот. Включаем старт. Клианер. О! Как видите? Что оно творит? И наяриваем. Наяриваем. Если устала, рука правая. Беремся в левую. Наяриваем чуть-чуть. Нахлобучиваем чуть-чуть, да. Вот. Видите? На 9%. И в конце что-то польется. У меня вот была жидкость. Прям в прошлом ролике я показывал. Выпадала и жидкость прозрачная полилась из дырки. Я не знаю. Дырку надо чистить, ребят. Идем взад, да. Все. Я показал. Не хочу инвестиции. Хочу дырку почистить. Смотрите, друзья. Батарея. И тут проверьте температуру обязательно. Я вот начнем с элементарного. Потому что у некоторых людей по 90% батарея. Они не знают, что у них. Телефон так быстро разряжается. Я объясняю. Если у вас насморк и вы не понимаете, почему нет настроения, да. Хотя бы нужно высморкаться, да. Взяться, схватиться и немного высморкаться, да. Занос, я имею ввиду, чтобы полилось. То же самое тут. То есть, нужно, чтобы температуру сбавить немного, хотя бы до 70 градусов, чтобы уже лучше было. Смотрите, друзья. Как это сделать? Идем. Идем на стройки. Идем взад чуть-чуть. И здесь у нас будет питание и производительность. Если у вас не Xiaomi, я показываю, например, телефон на Xiaomi, я не могу знать, что у вас там за такой парад, да, из широких штаней. Напишите в комментариях, как называется ваш телефон. Я сниму о вашем телефоне видео. Ультраэкономия энергии. Смотрите. На 400 часов хватит заряда батареи. Это вы знаете вообще сколько 400 часов? Вы можете себе представить, сколько вы сможете? 400 на 24. 16 суток не будете заряжать свой телефон. Хотите узнать, как включить этот режим? А я могу снять видео и рассказать вам. Вот. Но это сложно. Ну, как сложно. Честь техническое меню там изи, да, сделать. Но, я имею в виду, сложно для меня, потому что телефоны разные, зависят от телефона. И я могу снять видео. Обязательно напишите в комментариях модель своего телефона. Ставьте лайк, если будет много желающих. Я собираюсь в июле это сделать. Вот. Если хотите выйти в перспективе, да, могу снять. Могу заморочиться. Смотрите, идем в зад тогда, да. Первое, что я рекомендую всегда делать, это нажимать. Вот. Нет. Нажимать, я имею в виду, кнопки, да. Берем телефон. И нажимаем кнопку включения, выключения. Кнопку регулировки громкости вниз. Делается скриншот. Это ничего страшного. Мы нахлоп... Вот ждем, пока оно выключится. Выключился. Все. Отпускаем. И сейчас телефон перезагрузился. Я вас могу поздравить с этим. Обязательно напишите, все ли у вас получилось перезагрузить. Да. Так вот, с помощью двух кнопок выключился телефон. Если нет, это очень важно. На самом деле, это применительная перезагрузка. Убирает всякие фоновые процессы ошибочные. Всякие проблемы, которые могут... Вот смотрите, у вас дыры есть. А я разрабатываю решение, да, на канале, вот допустим, на канале втором еще один у меня есть. Разраб канал. И там разрабатываю решение проблем для дыр всякого рода, да, в прошивках. И если у вас дыра разработана, ну, я имею в виду, что она очень большая, да, дыра, тогда у вас туда мог проникнуть кто-то в вашу дыру и вирусом, да, заразить вирусом дыру вашей прошивки. И тогда вот проблема в фоновых процессах очень актуальна. Могу изнать видео, как решить эту проблему через безопасный режим. Да, безопасность, это все. Все, напишите в комментариях модель свой телефон и поставьте лайк. Увижу, что много кому надо, значит, сниму видео. Смотрите, что можно сделать еще. Вот, допустим, на телефонах Samsung и Xiaomi в некоторых прошивках, да, есть такая функция, как быстрая зарядка. Вот хватаемся за лупу снова, да. Быстрая зарядка. Быстрая. Вот, быстрая. Видите, ничего нет. Дойдем в зад. А на некоторых прошивках, более ранних, была такая функция. И на Samsung есть такая функция. Она находится, опять же, да, вот в питании производительности. Вот здесь, вот в настройках. Вот тут, в правом верхнем углу. И там есть, короче, такая функция. Тут она по умолчанию должна быть включена, по-моему. Я не помню на этой прошивке, как, но это не суть. Суть важна. Как проверить, почему у вас телефон медленно заряжается? Просто возьмите... Смотрите, давайте так. Во-первых, если у вас неоригинальный кабель, неоригинальный блок зарядки, то, в принципе, я не удивлен, почему у вас проблема. Потому что наверняка вы купили самый дешевый, да. Самый дешевый кабель, самое все дешевое. И, соответственно, у вас появилась такая проблема. Короче, у меня там, я выследил. У меня есть проблема тоже, друзья. Сейчас я... Чтобы не выключать, потому что это очень важно. Там паук. Он прятался к меня долго. Я его нашел. Ого, какой черный паук! Это что такое? Все. Он убежал, короче. Он убежал. Он убежал. У меня не получилось его догнать. Но зато он теперь скрылся в неизвестном направлении. Я могу спать спокойно. Вот такой вот черный паук. Черный, огромный паук. Можете просто себе представить, как я был в шоке. Он спрятался от меня некогда. Ну, это ладно, по теме другой. Просто как бы так вот факт. Сам по себе факт такой. И я решил этот вопрос, его изгнал и прогнал. Сходи вон. Смотрите, друзья, на чем мы остановились. Быстрая зарядка. Обязательно купите себе оригинальный кабель. Оригинальный блок. И вы тогда сможете пихать в дырку вашу для зарядки. Очень качественно. И она будет довольна. Дырка не будет разрабатываться. Потому что все-таки, да, размер тоже на оригинальных кабелях. На концах. Разные размеры. Вот округлости. Они как... Вот. Я не могу показать. У меня нет под рукой. Но не оригинальные. Все-таки побольше. Они раздал бы вашу дырку. Дырка становится бэушная уже, да. Вам нужно заменять дырку на новую. Потому что она еще требовательная быть. Слишком много. Что-то хочет, да. Чтобы вы постоянно что-то ей давали. И тогда дырку уже надо поменять на новую. Зарядку, да. Это все виноваты не оригинальные кабеля. То есть, вы должны быть единственным тем, кто пользуется вашей дыркой. Ну, засовывает туда, да, свой кабель. Другие не должны кабеля туда проникать. Иначе будет... Нужно будет уже... Дырка слишком будет разработана. И нужно будет менять. Я объяснил, как смог, да. Во все виноваты не оригинальные запчасти. Пользуйтесь оригинальными. И все будет у вас хорошо с вашими дырками. Смотрите, друзья. Что еще можно предупринять, да. Можно отправиться в инструменты. Ну, или где у вас там безопасность. Безопасность. И здесь согласиться на все. Здесь у нас будет много всего. Я сейчас объясняю, да. И у вас, у вас опять же, да, может быть... Отправьтесь в батарею, посмотрите отсюда. О, что такое? О, кто-то ведет его. Может, там и паука? Нет, вроде нет. Передача данных. Идем, да. И здесь сетевые подключения. В правом верхнем углу фоновые подключения. Напишите, у вас есть фоновые подключения? Здесь Facebook. Вот. Facebook. Я отключаю лично. Facebook сервис. Facebook App Manager. Хер, вот оно. Идем взад. Я это отключаю. Почему? Потому что это может, опять же, давать разные сбои. Android System WebView. Можно выключить, перезагрузить, потом включить. Потому что тоже может проблему давать. Ну, касательно медленной зарядки, да, в некоторых ситуациях. Также тут много всего. Видите? Могу сделать разбор. MSA можно выключить. Можно сделать разбор, да. Что тут нужно отключить, чтобы заряжался телефон быстрее. Могу снять видео, если хотите. Ставьте лайк. Увижу, что много кому нужно. Соответственно, сниму такое видео. Друзья, я в этом контенте суперполезном столько всего показал. Мы с вами столько всего предприняли, да. Потому что, как бы, очень полезный контент получился. Думаю, нужно снять продолжение. Уже касательно других телефонов. Потому что у меня вот Xiaomi. У вас другой телефон может быть, да. Модель даже Xiaomi. А версия вот другая. Напишите в комментариях. И тогда мы с вами будем, так сказать, уже конкретно по больным точкам нажимать. И на вашем телефоне все делать. Давайте подписывайтесь на канал Блогермен. Если хотите, да. Не пропускать новые видео. Ставьте колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых событий. Обязательно ставьте лайк, чтобы стоял. Задавайте свои вопросы в комментариях. Потому что по вашим вопросам я и снимаю видео. Это очень важно. Мы с вами, как всегда, безусловно обращаемся. Но в то же время, скоро, безусловно, и снова увидимся. Я желаю вам всего самого отличного. Хорошего настроения. Удачи. И до скорого. Пока-пока, друзья. Продолжение следует.